Друзья, всем добрый вечер еще раз. Большое спасибо, что вы решили этот вечер провести с нами, что вы к нам присоединились. Это просто замечательно. Нас сегодня ждет TED Talks Maker Camp Первого Уральска. Будет целых четыре крайне интересных доклада, все на разную тематику. И это тоже просто замечательно. Доклады у нас совсем небольшие, буквально по 10 минут, для того, чтобы сохранять динамику и быстренько переключаться между разными темами. Я так понимаю, у нас все спикеры уже в сети, уже с нами. Первый доклад у нас называется «Аддитивные технологии. Как мейкеры меняют мир уже сейчас». Евгения, добрый вечер, вы с нами. Алло, алло. Вот оно. Успешный успех. Передаю вам слово в таком случае. Но мы, к сожалению, вас не слышим. А теперь... А теперь все просто супер. А теперь мы меня слышим. Отлично. Всем привет, всем добрый вечер. Возможно, вы меня даже знаете. Некоторые, возможно, даже все, кто читает группу ВК. Кроме того, что я программный директор MakerCamp, так получилось, что в не совсем мирной нашей современной жизни я региональный координатор мейкера против COVID-19 в Свердловской области. И я вам сейчас расскажу про аддитивные технологии и как мейкеры меняют мир уже сейчас. Дима, что с тобой? Не плачь. Все хорошо. Это 3D-принтер. Пожалуйста, поставьте какую-то реакцию. Кто знает, что это за зверь такой страшный 3D-принтер? Да, так, ну, некоторые знают. Да, да, большинство товарищей знает, что такое 3D-принтер. Это меня не удивляет. Ребята, не случайно на мейкерской смене. Назвали его так по аналогии с принтером, который умеет печатать, но он печатает из бумаги. А 3D-принтер печатает из пластика. Для этого надо смоделировать детальку, и можно печатать вот всякую такую прекрасную и веселую ерунду, очень ажурную, деталька внутри другой детальки и так далее. И все это за один проход. Это, конечно, очень здорово и открывает офигенные возможности для творчества, фана, ну и, конечно, для дела. А теперь то, о чем вы, может быть, не знали или знали, но не все. Да, 3D-принтеры используются не только для того, чтобы печатать из пластика. Да, самое, наверное, любимое детьми применение 3D-принтеров – это кондитерское дело. Давайте поставьте реакцию, кто вот все вот эти четыре применения на этом слайде знает, какую-нибудь реакцию поставьте, а кто не все, не ставьте, чтобы я видела. Печать из шоколада, печать из сахара и так далее. Ну, в самом деле, почему бы и нет, зачем вручную делать сложную эфелевую башню, если можно просто напечатать на 3D-принтере. Печать ювелирных украшений суперажурных. Девочки, может быть, знают, есть такие колечки в форме короны. Да, вот это вот одно из применений. Стоматология, ну и, конечно, киберпротезы. Вот здесь фотография нашего с вами российского сколковского стартапа, который делает протезы для детей. Соответственно, подгоняет их по размеру так, чтобы дети, которые, к сожалению, лишены конечности, могли бы пользоваться своим протезом, так как мы с вами пользуемся рукой. Ну, а зачем 3D-принтер нужен дома? Вот это вот мой маленький домашний 3D-принтер. Кот здесь для красоты и примерно для представления, какого размера вот этот зверь может быть. Потому что на первом слайде он, конечно, большой, такой промышленный. Вот такой вот маленький, достаточно тихий зверек. И я сейчас не про кота. Кот не очень тихий, к сожалению. Да, зачем эта штука нам может быть нужна? Ну, вот из последних примеров, которые приходят на ум, да, у меня у родителей дорогущий холодильник импортный, и там сломалась какая-то простенькая пластиковая деталь. Холодильнику там куча лет, давно снят с производства, пластиковую деталь не найти. От слова вообще. Что надо сделать, да? Ну, конечно, берешь программу 3D-моделирования, моделируешь эту детальку, распечатываешь на своем домашнем 3D-принтере, вставляешь в этот дорогущий импортный холодильник, и все работает. В общем, отличная штука, всем рекомендую. Ну, у кого нет возможности 3D-принтер поставить себе домой, те могут пользоваться принтерами, ну, например, в Первоуральском Кванториуме. Для детей это все совершенно доступно в FabLab. Я не знаю, есть ли в Серове, да, в Екатеринбурге даже два Кванториума совершенно точно есть. Ну, и когда в этом году случилась вот такая вот вся нехорошая ситуация с ковидлой, мейкеры, конечно, не могли остаться в стороне этой истории, и возникло движение, движение, между прочим, международное, мейкеры против ковид-19. Это те, кто понимает, да, что с помощью доступных им аддитивных технологий они могут вносить свой вклад в общее дело, да. То есть если врачи по такой популярной аналогии – это, ну, бойцы, да, как во времена мировой войны, да, то мейкеры, я считаю, это что-то вроде дружеников тыла. Да, вот сверху тут логотип федерального движения, а вот это вот наша областная ячейка Свердловской области. Вот мы не могли оставаться безымянными в Телеграме или брать общий логотип. Вот мы себе такой вот логотип придумали. Придумал его, кстати, один из наших активных участников, парень, сейчас скажу, сколько ему, 14 или 15 лет, школьник. Что делали мейкеры? Да, они делали средства индивидуальной защиты для врачей. Вот я вижу Семен Кива, это он, видимо, в курсе этой истории. Вы понимаете, что врачи вынуждены были, чтобы устоять в борьбе с вирусом, облачаться в кучу-кучу всяких защитных средств. И самые простые, конечно, не в красной зоне, вот представлены эти фотографии. Вот то, что я как раз показывала. Кто знает, что это такое и зачем это надо? Семен, если ты можешь людям включить микрофон, у нас тут нормально, вроде все взрослые. Ну, Ольга, понятно, знает, что это такое. У всех теперь есть возможность. Да, так что вот если кто-то хочет ответить, может ответить прямо голосом. Ну, в общем, это такой щиток, да, то есть это простенький барьерный метод, да, который защищает лицо врача от попадания каких-либо капелек инфекции. Состоит он вот из вот этой вот желтенькой печатной детали и пластикового экрана. Вот такие вот щитки делали в большом количестве по всей России, есть открытые модели. Вот такая вот приемка контроля происходила в Екатеринбурге. Как видите, и вот от этого мейкера мы получали продукцию рассортированную. Первый сорт, второй сорт и третий сорт не брак. Ну, на самом деле, надо понимать, что даже то, что вот эти вот милые дети считали третьим сортом, было более чем достойного качества. Заколки. Ну, называется словом заколка, и вы можете видеть на самом деле веселенькую картинку с цветочком. Это тоже один екатеринбургский мейкер нашел, разошлось по всей стране, потому что почему бы и нет, если мы это носим на голове, значит, это аксессуар, и почему бы нам не поднять настроение врачам и не сделать не какую-то там совсем простую штуку. Вот у меня, например, заколка, ага, вот с виртуальными фонами не очень хорошо получается, да, вот ее не видно, вот она простенькая. А можно сделать вот такую вот с цветочком, которая гораздо веселее. Более сложная штука. Врачи, которые работают непосредственно с больными, которые болеют ковид, подтвержденными, носят специальные маски, часть из них это маски для сноркелинга, переданные врачам в дар, часть противогазы, еще что-то, но никаких не существовало в принципе переходников для того, чтобы к этой маске присоединить фильтр. И вот мейкерами были разработаны прямо множество переходников таких, напечатаны, изготовлены под каждую маску, конечно, индивидуально, чтобы он плотно прилегал. Вот у меня вот такой вот есть на R2. Мы делали в Свердловской области для сноркелинг масок, для противогазов, для еще чего-то. Вот это вот фотография одного из реальных заказов для одной из больниц. Вот масочка и вот такая вот разноцветная красота, которая помогала справляться врачам. Ну и вообще изобретение мейкеров, по-моему, Таиланда, всего полугодовой давности боксы для интубации. Это штука, куда помещается пациент, она вокруг головы ставится, и вот врач через вот эти вот шторки просовывает руки и может все манипуляции совершать без риска заразиться. Конкретно эта модель называется SCAT, разработана была в Екатеринбурге также нашими мейкерами и производилась, поставлялась во всей России. Так, ага. Ну, а почему я об этом рассказываю сейчас вам? Я рассказываю вам об этом потому, что это и ваш на самом деле всегда шанс, да, как-то повлиять на ситуацию в мире, какой бы страшной, какой бы глобальной и взрослой, да, она, может быть, не казалась бы. Однажды я ехала и отвозила пластик одному из наших мейкеров, и звоню и говорю, извините, вы могли бы спуститься? А мне говорят, извините, пожалуйста, можно через 35 минут у меня урок? То есть в нашей ячейке из 30 человек было трое ребят-школьников, и они были одни из лучших там и в изготовлении, и в сборе. Вот такая вот история про то, как на самом деле сообщество мейкеров достаточно сильно может повлиять на любую, мне кажется, ситуацию. Ну, я надеюсь, что эту идею подхватит и разовьет Ольга в своем докладе. У меня все. Спасибо. Спасибо, это была Евгения Панасова с докладом под названием «Аддитивные технологии» или «Как мейкеры меняют здесь сейчас». Следующее у нас Полина Иванова, директор архгруппы «Подельники» с темой доклада «Вандализм – это круто». Евгения. Ой, прошу прощения. Да, всем добрый вечер, меня зовут Полина, и я бы хотела немножечко сегодня поговорить о вандализме. Я веду один из потоков, это поток «Город», и я просто хочу рассказать о том, что на самом деле вандализм – это такой способ присвоить город. Поделюсь тоже с вами экраном, и надеюсь, что будет видно и понятно, о чём я говорю. Значит, я думаю, что все вы знаете, что такое вандализм, и, может быть, сталкивались с проявлениями вандализма около ваших мест обитания. Поставьте мне тоже какие-нибудь реакции, чтобы я видела, что вы смотрите меня и видите, и понимаете, о чём я говорю. Еее, плюсы. Хорошо. Вандализм – это слово, которое на самом деле обозначает попытку людей как бы взять под контроль ситуацию. То есть, когда человек идёт, он хочет что-нибудь сделать в своём дворе, в своём доме, или он видит какой-то забор, который кажется ему слишком, в общем, хорошо выглядящим, и он как-то обращается с этим местом, с этим предметом. В общем, он что-то делает. И чаще всего, когда мы говорим «вандализм», мы подразумеваем что-то плохое, мы подразумеваем, что он что-то ломает, портит, изменяет плохую сторону. Но на самом деле я хочу сказать, что вот эта вот энергия вандализма и желание что-то изменить, они есть во многих людях, просто нужно уметь с этим обращаться. Я хочу показать вам вот такую вот картинку. Это работа уличного художника в Екатеринбурге. Это торец дома, на котором с помощью огнетушителей, заправленных краской, была нарисована вот такая огромная волна. Огромная волна высотой в два этажа. И если вы увидите, то на самом деле эта волна посажена на цепь. Она посажена на цепь, и здесь рядом есть будка. Вот мне кажется, это отличная метафора вандализма. У нас есть куча энергии, чтобы менять мир, и от нас зависит, на что мы потратим эту энергию. Мы можем что-нибудь сломать, а можем сделать что-нибудь хорошее. Проблема в том, что в городе очень часто нам кажется, что, возможно, наше желание изменений неуместно. А можно ли что-то покрасить? А можно ли посадить цветы? А можно ли сделать что-то еще? Кажется, что это нужно с кем-то согласовывать. Но на самом деле есть ряд действий, которые действительно можно делать и не опасаться за последствия. Просто начать делать какие-то позитивные изменения со своими, например, друзьями. Значит, что делали мы с друзьями? Мы с друзьями уже несколько лет занимаемся проектом «Белая башня». Это проект по сохранению водонапорной башни с города Уралмаш. У нас есть вот такая водонапорная башня. Она стоит на окраине Уралмаша. И 8 лет назад она была абсолютно заброшенной. В ней не было окон, в ней не было дверей. Абсолютно, в общем, она была открыта всем. Там было очень много мусора. И на первом этаже, я извиняюсь за подробности, был публичный туалет, можно сказать. Мы с друзьями взяли ее в пользование и решили, что мы будем ей заниматься. У нас не было никаких особенных денег, у нас не было никаких особенных ресурсов, но у нас было много других друзей. У нас была концепция, что мы хотим с этой башней сделать. Мы хотим реконструировать ее, мы хотим, в общем, провести туда электричество и так далее. Но все это, в общем, какой-то проект длительный, который нам нужно было делать. Первое, что мы стали делать, это субботники. Вот такая фотография. На первый субботник к нам пришло 40 волонтеров. Башня была очень грязная. И я, честно говоря, вообще не верила в то, что волонтеры готовы будут забесплатно таскать весь этот ужасный мусор из этой башни. Но к нам пришло 40 человек, у нас просто не хватило ни лопат, ни метл, ничего, чтобы обеспечить их работой. И люди в очереди стояли, чтобы попользоваться лопатой или метлой, чтобы, в общем, поработать тоже на башне. Оказалось, что это очень востребовано. Оказалось, что люди готовы заниматься такими вещами, готовы работать физическим тяжелым трудом и, в общем, помогать нам. Мы провели несколько субботников, с башней мы вывезли несколько камазов мусора. Вот после того, как мы вывезли с нее мусор, и она перестала выглядеть совсем уже как помойка, вот после этого наш проект действительно начался. То есть люди стали воспринимать это как достопримечательность, а не как совсем такое вот место, где можно выкидывать то, что они, значит, накопили. И это было сделано практически без каких-либо затрат. Мы просто сделали для волонтеров чай. Значит, нужно сказать, что сейчас в башне все еще нет отопления, нет горячей воды, нет холодной воды, но она уже чистая, и мы проводим там периодически какие-то мероприятия. Например, концерты, квартирники, выставки. Сейчас, к сожалению, на фоне ковида мы ничего там не проводим, но, в общем, этот сезон у нас такой без событий. Но в целом, вот уже просто очищенная от мусора башня, в которой более-менее безопасно находиться, мы смогли ее как бы сделать своей, своим таким домиком. Я хочу рассказать еще про один пример такого захвата территории в Екатеринбурге. Это сад Мурова. Совершенно потрясающий проект, который мне безумно нравится. Это в Екатеринбурге есть участок исторической застройки, там стоят множество усадеб, а вот задние дворы этих усадеб, они на самом деле никак не были благоустроены. Обычно в усадьбе располагается офис, а на заднем дворе располагается просто огромная парковка, там хранят какие-то бочки непонятно что, там иногда хранят разбитые автомобили. В общем, это была абсолютно такая территория маргинальная. И вот ребята решили, что они хотят восстановить сад Муровской усадьбы. Муров был одним из градоначальников Екатеринбурга, и поэтому им показалось важным этим заниматься. И они просто постепенно-постепенно начали занимать эту самую парковку. Я покажу вам, как это выглядит сверху. То есть вот достаточно оживленная улица у нас, декабристов, усадьба Мурова. Вот здесь видно, что все заасфальтировано, это все одна сплошная парковка. А вот здесь вот мою стрелку видно, мыши. Вот здесь вот тоже была на самом деле азоасфальтированная территория, которую просто волонтеры постепенно-постепенно стали отделенять. Они стали собирать по чуть-чуть деньги, сажать там газон, сажать цветы. Там появились какие-то, в общем, активности, появились мероприятия. В этом году они установили такие небольшие конструкции, которые они назвали домики для насекомых. Я просто была очень умилена этим. И все им все время говорили, но это же не ваша территория, вас же выгонят оттуда. И тут нужно сказать, что произошла очень интересная вещь. С одной стороны, да, они просто убрали часть парковочных мест. И часть людей в офисе это не нравилось, потому что стало меньше парковочных мест. Но с другой стороны, люди, которые работают в этом офисе, они ничего не видят, кроме вот этой пыльной парковки. А тут у них на заднем дворе появился сад, цветущий с прекрасными растениями и мероприятиями. Вот так он сейчас выглядит. Это мероприятие в саду Нурова. Поэтому, конечно, люди сказали, да, у нас стало меньше парковки, но, наверное, саду Нурова это тоже классно. Давайте его оставим и давайте будем им заниматься. В Екатеринбурге проходит еще одно событие, которое, мне кажется, можно тоже экстраполировать и на другие города. Это ночь сообществ, когда мы собираемся вместе, разные сообщества собираются на одну ночь в одном месте и стараются посмотреть на друг друга и на себя, рассказать, чем мы занимаемся и чем мы можем быть друг другу полезны. К сожалению, в этом году, опять же, ночь сообществ перенесена на осень, и я очень надеюсь, что она пройдет, но это действительно большое и важное событие для города. Поэтому мой посыл такой, если вы чувствуете непреодолимое желание что-то изменить, во-первых, не направляйте эту энергию на разрешение, направляйте ее на созидание, а во-вторых, вы действительно можете делать какие-то вещи без спроса. Лучше, в общем, сделать и извиняться, чем сначала спрашивать и не получать разрешение. Поэтому позитивные изменения — это хорошо, вы можете ими заниматься. Это то, что я хотела вам сегодня рассказать. Спасибо большое. Друзья, еще раз, это была Полина Иванова, директор архгруппы «Подельники». Замечательный, мне кажется, лозунг «Делайте хорошие вещи без спроса». Надо взять на вооружение. Ребята, а мы продолжаем. У нас на очереди Владислав Широков со своим докладом «Волшебная электроника или откуда брать вдохновение?» Можно, пожалуйста, закрепить мое видео? Презентации не будут, буду только я. Так, ну, пока будешь говорить ты, то будем тебя и смотреть. Сейчас, наверное, я выгляжу примерно как среднестатистический инженер по мнению гуманитариев. В каком-то странном англичии читаю какие-то странные книги, возможно, на латыни, называемые мануалами, что-то колдую своей палочкой и делаю какие-то странные вещи. На самом деле не так. Инженеры и ремейкеры — это вовсе не черные колдуны, а светлые эльфы, конечно же. И в руках у них не палочка, а паяльник. Не всегда хорошего качества, но не важно. Вот. И поговорим мы как раз-таки оттуда, откуда инженеры могут брать вдохновение для своих проектов и что вообще за магическая электроника такая. Я участник творческой группы «Астранная». Мы создаем электронику для ролевых игр и не только. Вы, наверное, уже видели одну волшебную штуку, которую показывала Ольга Марковна. Можете показать еще раз? Пока вот показывает. Это, собственно, был «Джедайский меч», авторство совместного производства «Варсаверс» и «Астран». Вот. Но откуда вообще это взялось? Кто-нибудь смотрел «Звездные войны»? Если да, поставьте какие-то классы, плюсы, реакции и прочее. Вот. Собственно, джедайские мечи раньше в фильмах были вовсе не лазерные, не плазменные, а это была обычная палка, намотанная, на которой намотали светодиодную ленту или иногда поджигали. Примерно так это выглядело у Дарта Вейдера и Люка Скайуокина. Но у нас уже вот есть такие крутые мечи из поликарбоната, металла и прочей классной электроники. Но по сути это что? Это фонарь, который обличили вот в такой прекрасный поликарбонат, который прекрасно проводит свет. «Казалось бы, откуда идея?» Ну вот из фильма. Но, понятно, аими фильмами отсыпать не будешь, и многие свои проекты черпают из книг. Кто знаком? Мне кажется, даже вряд ли есть такие люди, хотя я знаю одного человека. Кто знаком с сагой «Гарри Поттер»? Вот, да, пошли реакции. Многие проекты, понятно, были взяты как раз из этой книги, потому что нужно было... Например, есть такая проблема, это люди хотят волшебную палочку. Вот у меня есть одна, и вторая есть, но они деревянные. Я не могу ничего сделать. Совершенно ничего. Это неинтересно. Кто-то, возможно, видел волшебную палочку, которую сейчас можно купить в интернете, с помощью которой управляют телевизорами, чем вам не магическая электроника. Но мы пошли немного в другую степь и сделали волшебную палочку, которую управляют магическими кристаллами. Собственно, вот она, палочка. Так. А вот он, кристалл. И казалось бы, ну, кристалл как бы как кристалл. Что это? Кварц? Аметист? Непонятно. Но простым жестом кристалл начинает или не начинает сиять. Тут всё зависит, на самом деле, от контакта. Потому что, как говорили ранее многие коллеги, что электроника — это наука плохих контактов. Всё может пойти не так именно в тот момент, когда выступаешь. Вот. Но, ладно, видимо, не пойдёт сейчас кристалл. Да, ну, я покажу другую. Что это такое? Как вы считаете, если микрофоны включены, вы можете покидать пару версий? Кто знает, понятное дело, верен в своих догадках, да, другая марка? Кто-нибудь может попробовать? Ну, не знаю. Это, наверное, что-то… Это кристалл, наверное, который работает от аккумулятора и светится, если перед ним чем-то повести. А что светится? Сам кристалл. Сам кристалл. Ага, отлично. У кого-нибудь есть ещё догадки? Мне кажется, Евгения что-то хочет. Светодиод под ним, под кристаллом. Светодиод, так. С датчиком движения. Датчик движения. Ещё какие варианты? Давайте ещё один хотя бы. Андрей Дубровский написал, что это визит. Визит? Визит-эффект. Ага. Не-не, это про другое. Визит-эффект. Это когда? Всё показываете, оно не работает. Ну, да. Видимо, это так и работает. Но, как кто-то заметил правильно, под платой находится светодиод. Их даже тут три, на самом деле. А сам кристалл выполнен из эпоксидной смолы. Это крутая штука, которую придумали химики, которую можно замешать даже дома. Мешается это всё примерно вот в таких формах силиконовых, которые тоже отливаются дома. Вот. В таких прям суровых, мейкерских реалиях. Вот. А что внутри палочки? Какие догадки? Ну, наверное, перо феникса и древесина обычного красного дуба. Или что может быть в волшебной палочке? Ваша версия? Аккумулятор и светодиод. Аккумулятор, светодиод. Так. Я просто смотрю не на камеру, потому что там у меня экран. Если есть какие-то версии чата, можете их покидать. Друзья, давайте ещё попробуем поугадывать, что же находится внутри палочки. А наконечник из эпоксидки? Да, ага. Я могу её повертеть. Я могу даже поближе поднести. Всё-таки там корень астралиста, наверное. Корень астралиста. Ну, ладно, не будем больше стеряться в догадках. На самом деле, внутри никакой не дерево и не корень, а обычная текстолитовая плата. Совершенно обычная. У каждого, наверное, такая дома есть. Как минимум в телевизорах, в компьютерах, в телефонах и прочих электронных устройствах. Что это? Это плата текстолитовая, которая находится внутри собственной палочки. А. А сердцем её, естественно, является процессор. Кто был у нас на микробите, знает, что сердцем у любой электроники есть микросхема или процессор. Так? Мы об этом неоднократно уже говорили. Внутри палочки точно такой же процессор, но есть ещё радио, с помощью которого палочка и кристалл должны были общаться. Ну да, видимо, случился некий эффект. Вот, какие вы помните ещё магические предметы из мира Гарри Блоттера, например? Философский камень и крестража. Крестража, философский камень. Так. Маховик времени. Маховик снич. Маховик времени. Дневник Тома Редла. Дневник Тома Редла. Ну, давайте подумаем по более приземлённым. Возможно, кто-то хочет пить. И в мире Гарри Поттера нету вещей, наверное, неоживлённых или как-то нетрансформированных. Из-за этого многие предметы, ну, либо убегают от вас, либо хотят очень поговорить с вами. Вот. И на этот случай был тоже создан такой объект. Сейчас прислушайтесь. Я надеюсь, она что-нибудь скажет. Не вини винов в прожитиях своего ума. Вот. Это говорящая бутылочка, которую я, конечно же, открою и налью себе, ну, сока. Это сок, честное слово. Вот. Плащ-невидимка ещё. Плащ-невидимка, но об этом да, уже. Вот. Но понятно, что здесь магических предметов нет, а здесь обычная стеклянная бутылка и всё тот же процессор стеклянной платы, но добавился динамик. И, конечно же, наш любимый клей-пистолет. Куда же без него. Вот. Ну и прочие предметы, на самом деле, были созданы под эгидой и под предлогом игр по Гарри Поттеру и не только. Вот. Но нужно понимать, что откуда эти идеи берутся? Не только из клик, не только из фильмов, иногда из реальной жизни. Из-за этого важна насмотренность ваша. Из-за этого я побуждаю вас, во-первых, читать больше книг, смотреть различные сериалы. Это тоже полезно. Ездить по совершенно разным местам, чтобы набирать вот эту насмотренность, да, и вы могли дальше это передавать в свои инженерные объекты. Вот. Ну и закончу я, наверное. У меня уже время подходит, да? Да, как раз. Это то, что любая достаточно развитая технология неотвечима от магии, конечно же. Спасибо. Владислав, спасибо большое. Это просто потрясающе. Действительно, сейчас многие объекты могли бы показаться жителям прошлого совершенно магическими. И все это благодаря вам, благодаря таким людям, как вы. Ну и завершающий доклад на сегодня, Ольга Прутковская, «Кружковое движение». Доклад звучит следующим образом. Как будет выглядеть будущее, в котором все люди станут мейкерами. Ольга, пожалуйста, вам слово. Привет, друзья. То, что вроде бы красивые буквы удостоились троек и двоек. Люди школьного возраста, первоклашки, проливали кучу слез, пытаясь научиться писать пером. Очень чисто, красиво и образцово. И вот что. Они тратили очень много времени и очень много сил на то, что очень скоро стало невостребовано. Потому что каллиграфия превратилась в такое приятное хобби. Стали писать ручками, карандашами, фломастерами. Позже перешли на компьютер. Но слезы уже были проливы и время уже было потрачено. И это всегда вопрос для нас. Какое же дело выбрать, чтобы совершенствоваться в нем, чтобы дальше оно пригождалось и было полезно. Я уверена, что различные мейкерские направления – это как раз то самое дело. Потому что на самом деле наш мир нуждается в мейкерах. Он сейчас устроен, вообще-то, довольно, ну, не классно. И в нем очень много несправедливости. Наш мир построен на глобальных производствах, где каждый человек оказывается винтиком. Мы производим… Вот типичные фотографии с больших китайских фабрик, на которых производится, кажется, все, что угодно. Да, кажется, в нашем мире можно купить все, что угодно. Маску мопса, тапочки из рыб, в общем, какое-то огромное количество товаров окружает нас. Где здесь могут быть мейкеры? Вот, но я обращаю внимание на то, что, хотя товары нас окружают, их очень много, они очень недолговечные, их быстро выбрасывают. Вот этот шар, который я показывала на слайде, это мусор, брошенный мимо урн, то, что попало в урн, не считалось. Брошенный мимо урн в городе Женева, Швейцария, всего за одни выходные. Казалось бы, мы считаем, что где-где в Швейцарии люди не должны мусорить себя под ногами. Тем не менее, вот, что подняли коммунальные службы, из этих отходов была собрана такая инсталляция в назидание жителям Женевы. Потом они придумали другой способ бороться с отходами, про него как-нибудь потом. Куда деваются все эти вещи, которые мы выбрасываем? Ну, куда? Они не улетают в космос. Они где-то рядом с нами. Многие нас слышали про большое мусорное бедно, многие, в конце концов, просто видели огромные свалки рядом с местом, где они живут. Однажды я убирала лес, и вот что я нашла там, консервные банки 70-х годов. То есть люди, которые съели эти консервы, возможно, уже старенькие или уже умерли, а банки все еще лежат и будут лежать долго-долго-долго. Но есть такой человек, это имя вы, наверное, уже слышали от кого-то. Нил Гершенфельд, преподаватель Массачуссовского технологического института MIT в Бостоне, который в какой-то момент запустил курс, как сделать почти все, что угодно. Ну, записалось огромное количество людей, и они делали самые разные штуки, практически как мы, на нашей смене. И вот Мин Гершенфельд — это человек, который считает, что, например, 3D-принтер — это такая штука, которая должна стоять на каждой, ну, скажем, кухне. Ему говорили, ну, Нил, это же ерунда. Подождите, говорил он, Нил, а как же компьютеры? Можно ли было представить в 70-е годы, что эти огромные штуковины окажутся у нас, окажутся в каждом доме? Теперь они оказались. Следующий шаг за 3D-принтерами. Последователи Нил и Гершенфельдерш поняли в сердце то, что он сказал. Они начали создавать в своих мастерских фаблабах. Фаблаб — это фабрика-лаборатория. Они начали создавать самые разные вещи. Например, вот знаменитый барселонский дом, собранный в фаблаб Барселона. Он, как видите, полностью сделан в фаблабе. Единственное, что сделали не в фаблабе, это вот эти солнечные батареи у него на крыше. Он, кстати, полностью снабжает в себя электроэнергией. Я уверена, и об этом только что сказал Влад, и полностью согласны, что технологию двигает мечта. Когда она что-то вдохновляет, когда нам что-то нравится, когда мы смотрим фильм о Тони Старке, нам потом интереснее разрабатывать руки, для проекта «Моторик», о котором говорила Евгения. Собственно, я была знакома с первокурсниками, которые помогали ребятам из «Моторики», придумывали разные клевые приблуды для этих протезов, чтобы ребенок, у которого протез мог чувствовать себя супергероем. Например, прямо в руку вставлялся джойстик, и человек мог, двигая рукой, играть в компьютерную игру. Это, кстати, еще помогает, чтобы привыкнуть к протезам. Когда я была руководителем Фаблаба в Московском политехе, у меня на глазах случилось чудо. У меня на глазах группа людей собрала деньги и начала запускать звезду на небо. У них была огромная мечта – зажечь на небе звезду. И вот они собирали спутник, очень маленький вот такой примерно спутничек, в котором был разворачиваемый отражатель, направляющий. Вот на фотографии видно. Это что, кстати? Из чего сделаны ребра жесткости этого спутника? Кто-нибудь видит? Напишите в чат. Из рулетов? Да, это рулетки. Три рулетки. Все совершенно верно. Долго эксперимизировали с рулетками, выбрали легкие и надежные. И между ними раскрывался такой купол. Очень много раз складывали, раскладывали, складывали, раскладывали этот купол, чтобы он был максимально надежным. К сожалению, эта мечта, мечта о самой яркой звезде на небе, она не была воплощена, потому что во время запуска этот спутник и много других спутников, спутники сейчас запускают большими объемами, загорели из-за неполадок на ракете-носителе. А вот этим ребятам удалось сделать спутник, поплатить свою мечту. Они сделали его фактически, пользуясь ресурсами лаборатории в образовательном центре «Сириус». Ну, плюс, платы им печатали в Москве. Тем не менее, группа школьников собрала спутник, у них была идея собрать. Они его собрали, это исследовательский спутник для одной лаборатории в МГУ, и спустя год после всех-всех-всех испытаний его запустили. Наше время — это время, когда ты можешь в лаборатории рядом с собой чуть ли не долго собрать спутник, и он выполнит какую-нибудь важную задачу. Ну, например, быть самой яркой звездой на небе или собирать данные. Не обязательно в лаборатории быть такой впечатляющей, как фаблаб в политехе Петра. Очень большой, классный, с гидробашней, похож на Хоббартс. Такой станок можно собрать практически почти у себя дома. Вот тут нет даже несколько станков разной формы. Да, станки собирать не так просто. Это сегодня кажется просто чем-то совершенно удивительным, потому что, ну, разве может школьник собрать станок и что-то на нем вырезать за три дня? Ведь станки — это такие огромные, большие, тяжелые монстры. Но нет, то есть в современном уровне развития технологий вполне реально. Вот. Временные компьютеры, которые раньше были большими, сегодня выглядят, ну, как хорошо знакомая вам штуковина. Ведь все знают, что это такое. Вот. 3D-принтеры, о которых замечательно говорила Евгения, могут печатать шоколадом, а могут бетоном. Вот посмотрите, как симпатично выглядит дом, напечатанный на огромном строительном 3D-принтере. Вот на шоколадом тоже. И ювелирам тоже помогает 3D-печать. Собственно, сначала делается такая восковая форма, принтер печатает воском. Дальше эту форму, эта форма облепляется специальным веществом, туда заливается металл, получается специальная модель. И вот что важно. Если вы обладаете технологией и хотите удивлять, то быть мейкером в этом смысле очень здорово. Это именно то сочетание, которое позволяет стать действительно крутым, востребованным художником. Это все работа моих любимых российских дизайнеров, которые пользуются лазерной резкой, пользуются 3D-печатью. Вот. Ну и я обращаю внимание на то, что мейкеры — это люди, которые постоянно делятся своими идеями. Первая страница в сайте Thingiverse. Мы видим, что люди делают сложные 3D-модели и делятся ими. Их можно скачать, распечатать. Ну, будто просто потому, что кто-то сделал что-то классное, тебе хочется об этом рассказать. Лазерные станки, 3D-принтеры, фрезеры — все это выглядит сложно. Что еще? Знаете, какой самый простой объект, который обязательно есть в каждом фаблабе, буквально практически по заветам Нилы Дешнфельда? Что там должно быть? Швейная машинка. Пластилин. Хочу сказать, да, напоследок я хочу сказать, что для меня очень важно, что мейкеры — это люди, которые постоянно пытаются спасти мир. Например, ребята из Кении придумывают в своих фаблабах специальные тест-полоски, чтобы тестировать молоко на то, не испортилось ли оно в Кении, от этого умирают очень много людей. Собственно, ребята с направления планеты наверняка в курсе вот таких вот историй. И мне очень нравятся ребята из фаблаба в Афганистане. Это ребята, у которых очень все плохо с интернетом. Они делают себе Wi-Fi-антенны из старых бочек и таким образом передают сигнал. При этом, обратите внимание, они учатся разным мейкерским хитростям. Вот эта девушка, например, создавала аппараты для ЭВЛ. В Афганистане очень мало ЭВЛ. И во время, где ковид это был реальной проблемой, создавала аппараты из старых автомобильных деталей. Они работали. В общем, я думаю, что мир мейкеров — это мир, где вещи будут совершенно другими. И будет меньше, но они будут более долговечными. Будем больше их любить, они будут больше заточены под нас самих. Я уверена, что, как показал пример, о котором говорила Евгения, мы сможем быстрее откликаться на те проблемы, с которыми я сталкиваюсь. И мир мейкеров — это мир, где люди часто бескорыстно делятся результатами своего труда и постоянно ощущают поддержку сообщества. Спасибо. Ольга Марковна, спасибо вам огромное. После таких презентаций в очередной раз хочется встать и пойти что-то делать. Как мыслитель и деятель, известная картинка. Ребята, я надеюсь, что вам всем понравились эти четыре доклада. Я надеюсь, что у вас появились какие-то вопросы. И вот у нас есть как раз минут десять на то, чтобы эти вопросы озвучить любому из докладчиков. Давайте это делать самостоятельно. В каком ключе? Я сейчас всем разрешил включать и выключать свои микрофоны. Но давайте будем грамотными, давайте будем уважительно относиться к своим коллегам. И, например, можно поднимать руку или ставить реакцию, или написать в чат, что я хотел бы задать вопрос. Я тогда озвучу, что такой-то человек задает вопрос. И флаг вам в руки, пожалуйста, адресуйте ему любому из наших сегодняшних спикеров. Есть ли те, кто хотели бы задать вопросы? Например, Владиславу. Сидание! Можно уходить уже? Можно? Да, пожалуйста. У нас закончились наши четыре доклада. Если ты... У меня нет вопросов. Вот да, я хочу подержать правильно. Что делать, если нет вопросов? Если нет вопросов, пожалуйста, можете отключаться. А если есть вопросы, то у нас есть еще 10 минут на то, чтобы поболтать с докладчиками. Есть вопрос от Дмитрия Вершинина. Влад, как идеи обычно приходят, я так понимаю, именно в твою голову? Вакуационная идея. Конечно же, идеи берутся из ниоткуда. Чаще всего это либо заказы, и я выполняю идею чью-то. Либо, как я уже сказал, из книг и сериалов. Например, одним из первых моих проектов на лазерном станке это был Тардис. Так что в основном это вдохновение. Что последнее ты сделал по своей собственной идее? Вот такую вот штуку, но мы, к сожалению, не слышим, что это такое. Это новый корпус гриба-кристаллов, который очень плохо мне что-то не заработал. Ну ничего, все еще заработает. Так, друзья, вопросы? У меня есть вопрос по линии Ивановой. Добрый вечер. Да, вопрос состоит в следующем. Бывали ли у вас или у ваших каких-нибудь коллег, может быть, даже из других городов, такие ситуации, что вот вы нанесли какую-то непоправимую пользу городу, а потом оказалось, что это или никому не нужно, или это оказалось, не знаю, не востребовано, или как-то не очень хорошо на это отреагировали местные власти, может быть. Но вот какие-то такие ситуации, и как вы с ними справлялись? Это очень хороший вопрос. Я, наверное, должна пояснить одну такую вещь. Не нужно наносить непоправимую пользу городу. Нужно наносить непоправимую пользу себе и своему сообществу. То есть, когда мы говорим, кажется, вот где-то там что-то не так, давайте вот поможем каким-то абстрактным людям, обычно это действительно заканчивается не очень хорошо. У нас, например, есть пример в Екатеринбурге, когда у нас одно сообщество решило благоустроить пешеходную улицу, и они принесли туда палец, сделали там лавки из палец. Но проблема заключается в том, что это самая популярная и благоустроенная пешеходная улица в городе. То есть там рядом стоят прекрасные скамейки, хорошо сделанные. У них была доска для обратной связи, где можно было писать им что-то. Там было написано «Уберите дрова» обычно. Это произошло потому, что эти люди не живут на этой улице, они там не тусуются и не находятся, и это действительно было несколько неуместно. Мне кажется, что когда вы, например, живете во дворе и понимаете, что вам лично здесь не хватает клумбы, вы, конечно, можете это сделать. А главное, второй момент, что нужно создавать вокруг этого сообщества, нужно звать всех соседей, помогать и так далее. Поэтому если у вас есть сообщество или вы сделаете сообщество и создаете какой-то проект, то обычно он как раз нужен, и это сообщество, оно вас поддерживает и тоже говорит о том, что это важный, нужный проект. Спасибо. А что первичнее? Сообщество или какой-то вот продукт, проект, который получается в результате? Я думаю, что это такая совместная штука, вы можете начать что-то делать. Я могу рассказать вообще самый, просто самый свой простой пример. У меня очень взросший двор, я переехала в него год назад, и в какой-то момент я поняла, что он меня не устраивает, я купила секатор и пошла обрезать ветки. И через два часа я была знакома с половиной соседей. Никто из них не согласился мне помогать, но все захотели дать. И в общем, во-первых, я с ними познакомилась, а во-вторых, несколько мужчин сказали, вот мы сейчас все в парадных одеждах, мы не будем ничего делать, но вы оставьте эти ветки, мы их сами унесем на помойку, и они это действительно сделали. Поэтому это такая история, я думаю, что может быть многие из вас знают фестиваль Tom Sawyer Fest, он идет во всей России, это фестиваль, который тоже про сохранение культурного наследия, и там волонтеров зовут работать с памятниками, с объектами, в общем, историческими. И вся история Tom Sawyer, она как раз про это. Нам классно делать что-то интересное. Хочешь с нами делать что-то интересное? Давай творить вместе. Да. Спасибо, Полина. Так, ребята, может быть у кого-то родились вопросики. Евгения, вам вопрос. Сколько средств защиты для медицинских сотрудников было сделано мейкерами? Ну, вот я так понимаю, тот самый проект. В Свердловской области. Да-да-да, проект. Вы поняли. Да, я вот сейчас уже убрала, конечно, потому что я решила, что детям нафиг эта статистика нужна. Сейчас найду. Так, за, получается, три месяца у нас в Свердловской области, кстати, можете гордиться, если хотите. В том смысле, что одна из первых областей, в принципе, которая закрыла все заказы от медиков, которые были так, ну, разная скорость была, потому что у всех разные мощности. Ну, общее количество порядка трех тысяч изделий. Ну, то есть там больше полутора тысяч щитков, более тысячи заколок, более двухсот переходников. Ну, в общем, такой нормальный масштаб, да. Да, и ребята из Москвы, инициаторы движения, сделали футболки памятные таким регионам, да. Каждый по детали вместе, как завод. Здорово. У меня вот в процессе опять подняли тему масок, да, для медиков. Я даже не знаю, кому это больше вопрос, Ольге или вам, Евгения. Вот эти вот щитки, ну, это же какая-то, получается, не, не знаю, нестандартизированная, что ли, штука. Оно не... Вот понятно, когда делаешь для себя, например. А если тут вдруг захотел помочь медицинским работникам, а это вот какая-то такая бюджетная сфера, да, все такое государственное, тяжеловесное, как вот... Как вообще восприняли медицинские работники то, что им вот вы предлагаете, и оно действительно может быть использовано? Вот, может быть, криво формулирую, но я надеюсь, поняли. Нормально, понятно. Ну, тут история очень простая. Мы... У нас были наклейки специальные на изделиях, там написано «не является сертифицированным медицинским средством». Везде были написаны правила дезинфекции, конечно же, и так далее. Значит, у нас работа осуществлялась очень просто. Медики оформляли заказ для себя, для отделения, реже там на больницу. То есть у нас самые масштабные заказы, это по сотне штук бывали, и щитков там, ну, и заколок, соответственно. То есть каждый медик принимал для себя самостоятельное решение, буду я этим пользоваться или нет. И либо там совместно отделением как-то, завотделением принимал это решение. То есть поскольку это не покупка, да, мы передавали эти изделия в дар абсолютно бесплатно. Да, мы честно... То есть мы никогда не говорили, что это сертифицированное средство. То есть мы никому не врали. Соответственно, это средство индивидуальной защиты, каждый медик индивидуально принимал решение, будет он пользоваться этим или нет. Например, из трехсот десяти штук щитков, которые мы передали для скорой помощи, да, порядка там тридцати пяти осталось невостребовано. Ну, то есть люди не захотели, они их не взяли, это их право. Ну, это аналоги, да, маски есть медицинские, а есть сейчас многие шьют самостоятельно. Да, да. Персонализированные, ну, примерно то же самое. Спасибо за ответ. Ребята, появились ли вопросы у вас? Я думаю. Надо отпускать уже ребят у них. Скоро встреча с наставниками. Да, последний финальный вопрос. Ольга Марковна, что может подвигнуть население планеты стать мейкерами? Ну, я думаю, что сейчас есть такой глобальный тренд на уменьшение потребления, на осознанное потребление, на ресайклинг, на использование старых вещей. Ну, вот, собственно, во-первых, желание выделяться, иметь что-то, что не создано на фабрике, тысячи копий, а есть только у тебя. Во-вторых, желание минимизировать, собственно, экологический ущерб. Я уверена, что только это. Спасибо. Ну, да, да. Ну, и главное, тот факт, что на самом деле далеко не все можно купить. Например, Tardis. Ее не купишь. Спасибо большое за ответ. Ребята, на этом мы заканчиваем наш TED Talks Maker Camp в Первоуральск. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Нам было очень приятно с вами пообщаться, донести какие-то идеи, которые нам близки. На этом мы прощаемся. Пока-пока. До воскресенья. 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 Продолжение следует...